Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем очередной вебинар из серии стекольного дела. И мы рассматриваем на наших вебинарах применение различного вида стеклянных и околостеклянных конструкций в архитектуре и дизайне. Меня зовут Надежда Иршула, я являюсь практикующим архитектором и дизайнером. И стеклянные конструкции в своих проектах применяю достаточно часто. Без них в наше время, естественно, никуда. Напоминаю, что в этом году мы рассматриваем применение стеклянных конструкций на конкретных примерах. Это либо перепланировки, воплощенные в жизнь уже, использование новых стеклянных конструкций, либо это перепланировки концептуальные с перспективой воплощения. И мы начали с перепланировки хрущевки и применения стеклянных конструкций именно там. И дошли плавно до концепции перепланировки общественных зданий. Мы рассмотрели офис на нескольких вебинарах, что, я надеюсь, было достаточно интересным, потому что оказалось, что стекло меняет даже категорию помещения от самой низшей до достаточно высокой. можно повысить категорию. И на прошлом занятии мы уже подошли к рассмотрению использования стеклянных конструкций в предприятиях ресторанного бизнеса, как это сейчас называется. На прошлом вебинаре я давала нормативные документы, по которым обычно проектируется в нашей стране предприятие так называемого общепита или более галантное ресторанного бизнеса. Опять же, под это определение подводятся практически все кафе, рестораны и так далее. И сегодня по мотивам общих данных, которые у нас были на прошлом занятии и тех, которые имеются на руках на сегодня, мы рассмотрим концепцию переделки реального кафе. В общем-то и начнем с него. Нам дано достаточно большое здание. Здесь на плане показана только та часть, которая подлежит переделке. Это входная группа и входная часть. И, собственно, обеденный зал так называемый. Причем помещение достаточно просторное, каркасной системы. То есть мы здесь можем применять внутри здания конструкции, какие нам нужны для концепции. Причем очень удобно это делать. Внутри здания несущих стен нет, поэтому можно легко менять конструкции. Плюс существующего здания еще состоит в том, что здесь достаточно обширное ленточное остекление. Уже было запланировано. Это здание еще советских времен. Находится оно в центральном районе, практически в Подмосковье. И на этой почве можно применять современные конструкции, которые будут не только функциональны, но и еще эстетически привлекательны. То есть цветовые проемы здесь достаточно большие. И что требуется от дизайнера? Какие пожелания новых владельцев этого здания? Перепрофилировать в основном здесь ничего не придется, поскольку обеденный зал и все подсобные помещения, все служебные помещения находятся в целости и сохранности, сделаны по достаточно хорошим нормам. То есть здесь хватает площади. Единственное, что мы должны будем несколько по-иному функционально зонировать и добавить несколько дополнительных функций. Что касается функционального зонирования, то помещение, в общем-то, остается здесь в прежнем виде. То есть конфигурации помещений мы менять не будем. Мы поменяем только конструкции. По функциям, как вы видите, здесь ранее было заявлено обеденный зал по цифре 1, вестибюль по цифре 2 со входной группой, гардероб и сангул. Это то, что касается части, которую мы рассматриваем, еще раз говорю, то есть различных моечных, различного вида цехов мы не касаемся. Заведение у нас нечто среднее между кафе и рестораном. И здесь нам нужна хорошая входная зона. То есть у нас уже есть замечательный тамбур, который мы просто немножечко изменим. у нас будет зона отдыха, гардеробная и санузла остаются на месте. В обеденный зал, помимо зоны принятия пищи, которая будет у нас с двух сторон расположена, мы добавим еще зону отдыха. И зону специфического такого релакса у нас будет бар. Здесь еще добавлено. Ну и собственно в основном круг задач мы очертили и переходим к перепланировке. Концепции перепланировки. И вот, что у нас по функциям по зонированию получилось. В обеденном зале у нас добавилась модифицированная сцена эстрада небольшая для диджея и танцпол. Какой он будет, мы с вами рассмотрим чуть позже, потому что тут интересное, очень покрытие заявленное из околостекленной области. Далее. у нас есть обеденные зоны конкретные слева и справа, поскольку само планировочное решение зала предполагает симметрию относительно. слева вверху вы видите у нас расположена барная зона. Вестибюль практически не претерпел изменений, разве что входная группа немножко изменилась по материалам и по концепции двери. И остался на месте у нас гардероб и сам угол. Конечно уже мы применим новые конструкции к этому к этим помещениям, но в целом таких перепланировочных решений у нас не много совсем. При этом нужно учитывать, что ранее это столовая такая еще советского типа и во что ее можно превратить с помощью современных конструкций мы будем смотреть. Итак, более близко касаемся вопросов переделки. Во-первых, во входной группе поменялось прям скажем все, поскольку раньше это было простое каркасное остекление, сейчас мы сделали планарное остекление, причем даже часть фасада, которая выходит на вестибюль, сделана планарным остеклением. Мы применили вращающуюся дверь при входе и раздвижные автоматические двери при входе из тамбура. Тамбур в нашем климате обязательный, поскольку он у нас суровый и в зимнее время, и в осеннее, и весеннее необходимо защищать внутренние помещения от климатических условий. Но поскольку когда мы с вами рассуждали о входных группах на предыдущих вебинарах мы пришли к выводу, что входная группа это лицо любого предприятия, любой фирмы, и поэтому планарное остекление хотя бы части фасада и планарное остекление входной группы это уже большой плюс к репутации заведения. Это может быть спайдерное остекление с помощью специальных кронштейнов спайдеров, которые бывают совершенно разного типа и в принципе эту фурнитуру компании Титан поставляет на наш рынок. Это могут быть коннекторы, это может быть точечное крепление, которое также очень эстетично и на расстоянии практически не видно. В чем прелесть планарного остекления, в том, что оно создает ощущение полного отсутствия крепежа и ощущение целиком стеклянной стены. Но естественно это очень интересно. Гардероб у нас получил на заднем плане вы его видите каркасное остекление такого конструктивистско-хай-течного типа скажем так. Разные виды стекла, разные виды остекления между собой сочетаются очень хорошо. Плюс они еще сочетаются хорошо с любыми покрытиями и любыми материалами по соседству. Здесь как вы видите интересного типа пол, который отражается кстати по стеклению и глянцевый потолок. То есть все это создает дополнительное ощущение воздушности. но пол оригинальной окраски это наливной пол мы чуть-чуть попозже поговорим об этом. Единственное что хочу сразу сказать почему такая окраска. Вообще в концепции художественной концепции данного кафе ресторана бара заявлена космическая тема то есть некоторым образом коснуться звездного неба и неба ночного вообще удалось с помощью интерьерных решений особенно с помощью различного типа стеклянных конструкций. Итак что мы имеем в входной зоне в зоне вестибюля у нас еще получилась некая зона чилл-аута которые созданы с помощью мебели и различных конструкций. Например с помощью цельно-стеклянной перегородки которая отделяет вестибюль от обеденного зала создается ощущение некой преграды в то же время визуально такого перетекающего пространства то есть это довольно широкая получается площадь но поскольку стекло применяется слегка тонированное то есть голубоватое все-таки ощущение какой-то перспективы горизонта и некой отдаленности с помощью этого достигается рядом с мебелью с диванами вы видите зеркальные полосы которые играют роль зеркал в вестибюле зеркала необходимы для того чтобы посетители могли смотреться ну вот как раз с помощью таких пилястр зеркальных вот эта полная воздушность этой преграды немножечко прерывается немножечко останавливается и как бы есть какая-то опора хотя эта опора опять же умоверительная совершенно как вы видите очень воздушно получилось все вокруг и еще раз напоминаю что стекло очень хорошо сочетается с любыми материалами в данном случае металлом кожей и полом милиным хочу сказать еще что в цельной стеклянной перегородке между вестибюлем и залом у нас запланированы раздвижные двери две стеклянных которые являются также очень невесомой визуальной конструкции и когда мы попадаем в обеденный зал то мы видим картину если смотреть слева направо у нас во-первых каркасное остекление огромные окна от пола потолка мы когда рассматривали с вами предприятие общественного питания то один из видов остекления это и есть каркасное которое является как бы витриной вообще любое большое остекление является витриной ресторана и заявляет о возможностях о респектабельности вообще об уровне данного заведения бар у нас отгорожен естественно барной стойкой которая также сделана из стекла с подсветкой на стекло нанесено изображение звездного неба и оно просвечивает сквозь подсветку и когда парная стойка не освещена она также имеет презентабельный вид звездного неба что еще в этом ракурсе мы видим это стеклянная мебель то есть стеклянные столешницы здесь есть решение этого решение этой проблемы двоякое либо мы применяем стеклянные на самом деле столешницы либо акриловые и в том и в другом случае есть и преимущества и недостатки например если мы применяем стекло то оно конечно же выглядит очень дорого и сразу же заявляет о репутации и уровне заведения но с ним надо обращаться очень аккуратно потому что при некоторых ударах оно просто может не выдержать и треснуть и весь эстетический вид будет испорчен акрил акрил с точки зрения эстетики не уступает стеклу иногда даже он более интересен если вспомнить например мебель захи ходит жидкий лед так называемую коллекцию текучий лед акриловый акриловый однако и он кстати более легкий но акрил подвержен царапами то есть с ним также надо очень аккуратно обращаться в любом случае любая стеклянная мебель любые стеклянные конструкции конечно требуют надзора так скажем то есть за ними нужно присматривать но как и любое стеклянное изделие это вещь простая в эксплуатации например очень хорошо чистится очень долго имеет красивый вид то есть эстетические качества длятся достаточно долго сохраняются ну и собственно если мы отойдем чуть дальше от барной стойки то мы увидим еще много чудес которые запланированы в нашем заведении и например это пузырьковые колонны о которых я рассказывала и на прошлом занятии но повторить можно и в этот раз поскольку мы применяем их уже на практике а пузырьковые системы это прозрачный резервуар который заполнен водой и внутри этого резервуара непрерывно поднимаются снизу вверх пузырьки воздуха все это подсвечивается светодиодами и резервуар может быть как стеклянным так и акриловым скорее всего здесь будет применен акрил он может быть плоским цилиндрическим других форм то есть изготавливается в принципе на любой вкус если вы если мы применяем плоские конструкции то это будут пузырьковые панели если объемные то это колонны несколько пузырьковых колонн у нас создает пузырьковые колоннады здесь примерно это вы видите на заднем плане как работает пузырьковая колоннада или колонна или система любая в нижней части находится специальная система подачи и распыления пузырьков воздуха компрессор а также подсветка а в верхней части крепления ну и различные виды облицовки также применяются в данном случае в общем-то пузырьковая колонна у нас поднимается на высоту 4 метра такова высота нашего помещения это допустимо это один из видов интересных конструкций которые мы применяем еще один вид конструкции это так называемый стемолит или эмолит как раз вот этим видом стекла облицованы несущие колонны которые уходят вдаль вдоль нашей стеклянной перегородки и на этом слайде мы видим на переднем плане слева колонны кстати поскольку здесь имеются уже несущие колонны то нам пришлось по-особому располагать мебель поскольку колонну убрать не представляется возможным без урона для помещения то мебель расставлялась специальным образом кстати по поводу расстановки мебели чуть попозже я еще скажу пару слов и сейчас конкретно про стемолит который предполагается для облицовки колонн кстати еще один вид интересного стекла у нас применен в другой части это следующий номер нашей программы и его можно было бы применить и для колонн то есть это как бы второй вариант но пока для простой молитвы это стекло которое окрашивается вжигаемой в стеклянную поверхность краской причем это может быть и термоупрочненное стекло и закаленное в чем разница разница в скорости остывания и в температуре нагрева принято считать что термически упрочненное стекло это стекло безопасное но как как мы видели это не особо так поскольку оно разбивается на такие же острые куски как и обычное стекло его плюс только в том что оно чуть прочнее поэтому если мы хотим применить безопасную конструкцию то конечно же будем использовать какое-нибудь безопасное стекло по-настоящему в данном случае рекомендуется закаленное либо криплекс причем то же самое мы применяем и на цельностеклянных конструкциях наших и стеклопакетах на фасаде и во входной группе и в цельностеклянной перегородке между вестибюлем и обеденным залом и так в нашем случае мы применяем закаленное стекло на одну из сторон которого нанесено цветное покрытие оно запекается и уже не может быть отделимым от стеклянной поверхности это специальная керамическая краска которая становится частью стекла и даже если мы соберемся снять это покрытие механическим воздействием любыми металлическими предметами и механизмами у нас ничего не получится и в общем-то мы можем достичь различных эвакоративных эффектов поскольку можно наносить эмали различными методами в данном случае у нас под черный гранит запланировано окрашивание кстати есть такой фокус с помощью стемолита окрашенного под стекло фасадное которое есть которое существует в каком-либо здании если этим стемолитом облицевать стену то будет ощущение цельностеклянного фасада и собственно такая интересная вещь как стемолит имеет место быть в декорациях особенно общественных зданий особенно таких как рестораны клубного типа где необходим различный декоративный эффект театральность некоторая должна быть у нас здесь следующий вид декоративного покрытия мы видим слева здесь можно посмотреть на стене золотого цвета это у нас лакобель называемый стекло на одной стороне которого также тонким слоем наносится краска это позволяет ровно распределять цвет полтоятельности и получать очень хороший такой лаковый декоративный эффект в основном это используется для изготовления допустим створок шкафов купе но также на основе полированного стекла лакобель используется и в общественных зданиях это магазины как раз рестораны и даже офисы если это офисы высокого класса высококачественный цветной лак такой которым покрывается задняя сторона стекла придает именно стекло очень высокоэстетичный вид поскольку это ровная и однородная покрашенная поверхность каталогов краски для данного вида большое количество это могут быть и матовые и глянцевые цвета но в данном случае мы применили металлизированную краску под золото то есть панели у нас золотые получаются даже не золоченые а золотые иногда добавляются кстати в такую краску и перламутр что тоже дает очень интересный эффект кстати металлизированное покрытие дает еще особый оптический эффект это радужное мерцание и зависит оно от угла зрения то есть переливается в данном случае именно такое и у нас и запланировано чем хороши в общем-то что стермолит что кобель как материалы декоративные во первых они огнестойкие а пожаробезопасность это одна из самых важных составляющих общей безопасности общественных зданий обязательно то есть на это надо обращать внимание чуть ли не в первую очередь особенно после многих трагических инцидентов которые происходили в учреждениях подобного типа и например аллакадель может использовать может выдерживать температуру до 80 градусов цельсия устойчивость к свету и к ультрафиолетовому излучению поскольку у нас достаточно хорошо освещены право и слево части зала достаточно большая площадь истекления то это также плюс является поскольку для изготовления что того что другого стекла используется безопасное стекло то есть это закаленный триплекс либо специальная пленка наклеивается на стекло то при разбитии оно не травмоопасно ну и экологически как утверждают производители того и другого вида стекла оно безопасно что касается вида который у нас сейчас на слайде показан то мы видим помимо уже заявленных мною материалов еще эстраду небольшую сцену которая плавно перетекает в танцпол и на заднем плане задник у нас сделан цельно стеклянная полигородка с имитацией звездного неба потолок также у нас сделан с глянцевой кривой плитки с нанесением рисунка звездного неба и светильники выполняют эту картину как более крупные звезды пол окрашен под цвета закатного неба и это у нас наливной пол который чем-то близко похож на стеклянную конструкцию поскольку в его устройстве используется либо эфоксидное либо акриловое покрытие ну или есть еще полиуретановые метилметоприлатные полы финишный слой пола и такой пол достаточно высоко устойчив к износу особенно полиуретановые покрытия эфоксидный флэ таких учреждений не рекомендуется поскольку он менее износоустойчив но в целом во все композиции блестящих и мотированных поверхностей такой пол также выглядит как стеклянная конструкция хотя это лишь отдаленные напоминания стекла еще раз напомню пол у нас окрашен переливающие цвета закатного неба теперь что касается танцпола и сцены для диджея здесь у нас очень интересные технологии запланированы так называемые живая плитка которая используется с некоторых пор достаточно широко в разных в разных учреждениях то есть из нее можно делать любые поверхности столешницы покрытие для пола и так далее все дело в том что при нажатии на данную плитку меняется рисунок покрытия поскольку она состоит из нескольких слоев верхней у нас это полимерный противоударный износостойкий слой затем идет суперпрозрачная пластиковая линза как правило затем двухкомпонентные нетоксичные гелиевые соединения как раз оно играет важную роль в изменении в изменении рисунка плитки при нажатии то есть именно гель перетекает светоотражающий слой и амортизационный слой самый нижний у нас будет базовый слой если такая плитка уложена на танцполе то при освещении при подсветке при движении людей получается перетекание рисунка постоянное и действительно это дает очень высокий декоративный эффект и действительно очень интересно смотрится здесь показан вариант крепления плитки на каркас и собственно в основном применяется акрил оно же оргстекло и или слои поликарбоната что в общем-то недалеко от оргстекла и крепления могут быть опять же на опорах то есть в зависимости от того для каких целей мы используем данный материал мы для танцпола все-таки применим каркасные остекления так скажем но она очень удобна кстати для пребывания людей здесь здесь можно даже ходить босиком если сильно захотеть потому что она достаточно мягкая и очень комфортная в целом она обладает достаточно хорошей прочностью иначе ее не рекомендовали для таких оживленных мест единственное что нужно запомнить это то что ее необходимо применять в теплых помещениях обогреваемых при температуре ниже нуля она теряет все свои свойства и конечно не надо специально ее тыкать режущими или колющими инструментами поскольку все штуки ее можно повредить и тогда вытечет гель и совершенно потеряется весь живой эффект чем при всей красоте она отличается от других конструкций ну во-первых плюсом является высокая ударостойкость то есть она по этим свойствам не уступает ни керамограниту ни закаленному стеклу ни ламинату второй огромный плюс это противоскользящая поверхность шансы поскользнуться на ней собственно такие же как на обычном полу минимальные она влагоустойчива и в общем-то достаточно хорошо переносит повышенную влажность она гипоаллергенные и экологичные поскольку гель изначально обладает гипоаллергенными свойствами и полностью безопасна для человека это большой плюс опять же в отличие от допустим покрытия керамогранита кафель из других видов плитки из каменных или околокаменных материалов а также из стеклянных это плитка теплая что как я уже говорила предполагает что можно по ней ходить даже босиком и будет очень комфортно она мягкая то есть хорошей амортизацией обладает тоже комфорт создает легка уходит и обладает высокими звуками и виброизоляционными свойствами то есть шумоизоляция кстати хорошая то есть можно если бы это было этажами выше над жилым помещением то вполне можно было из такой плитки сделать хорошую звукоизоляцию ну и устойчивость к воздействию ультрафиолетов тоже хорошая вещь что касается минусов они конечно же есть то есть идеальных материалов в нашем мире нет их не так уж много во первых это ограниченные участки которыми можно выложить плитку поскольку она не особо режется и изделие испортится то есть надо выкладывать ее так чтобы не пришлось резать ну то есть это изначально один какой-то участок опять опять же использовать плитку при температуре ниже нуля как я уже сказала нельзя и используют ее поэтому только внутри помещения ну и последний минус как всегда в него все и упирается это высокая стоимость но если сильно захотеть то конечно можно применить этот замечательный материал который создает высочайший театрализованный эффект и действительно праздничное настроение а в сочетании с другими видами стекла другими материалов это вообще очень нарядная вещь получается ну и подъезжая к дальнему угу скажем дальний край нашего зала мы видим здесь несущие колонны облицов с таболитом мы видим остекление каркасные окна у нас практически от пола потолка идут что очень передает всегда очень роскошный вид помещения такое количество остеклений ну и как я уже сказала само здание которое было построено предполагало такие проемы цветовые за что спасибо проектировщик здесь не пришлось ничего не ломать не доделывать единственное поменять вид остекления здесь у нас применяется стальной каркас из нержавеющей стали причем она у нас еще и полированная под хром планируем планируем ее одет что даст дополнительный эффект блеска в нашем помещении которое решено в достаточно темных тонах но поскольку эти темные тона разбавлены либо рисунком звездного неба либо рисунком заката на полу и все это друг в друге отражается плюс пузырьков и колонны добавляют нарядности и дополнительные подсветки а также золотые панели покрытия тоже отсвечивают и добавляют в атмосферу отраженный золотой свет то света в нашем помещении недостаточно сочетание цветов сочетание материалов между собой очень гармонично и комфортно себя чувствуют все конструкции ну и сцена танцпол интересного такого материала как живая плитка о котором мы еще ни разу не говорили как раз сегодня первый раз понятие в наше стекловедение и вот эта сцена она как раз служит хорошим акцентом причем расположена в центре зала и мимо нее конечно же не пройти и так мы рассмотрели концепцию перепланировки входной группы и обеденного зала кафе лаком